Серонегативный АФС, как подтвердить по анализам? Что понимать под серонегативностью? То есть антифосфолипидный синдром это аутоиммунное состояние, которое связано с появлением антител против фосфолипидов. Акушерский антифосфолипидный синдром, мы с вами говорили об этом две недели назад, он связан с тем, что появляются антитела против трофобласта, которые могут мешать нормальному развитию трофобласта. Поэтому, если есть какие-то признаки антифосфолипидного синдрома, но самих антифосфолипидных антител у вас не находят, значит, нужно сдать анализы на суммарные антитела к кардиолипину, к бета-2-гликопротеину-1 и к протрамбину. Это иммуноглобулины А плюс G плюс М по отношению каждого показателя. Для того, чтобы уменьшить риски неулавливания этих антител, очень важно посмотреть также иммуноглобулины А специфически к бета-2- гликопротеину-1 и кардиолипину. Поэтому мы сейчас будем вводить дополнительно вот эти показатели по иммуноглобулиным А, и мы уже заказали реактивы, но просто сейчас в связи с этими всеми нарушенными связями дольше приходится реактивов ждать из-за рубежа. Поэтому сейчас, как только мы получим эти реактивы, мы это все пустим в серию. Дальше получаются следующие вещи. Очень важно посмотреть иммуноблот на антинуклеарные факторы. Я рад, что, видимо, может быть, даже под нашим влиянием целый ряд учреждений включили иммуноблот на антинуклеарные факторы в базовое обследование при проблемах, которые связаны с патологией беременности. Это отрадно, это хорошо, я рад. И посмотреть также на антинуклеарный фактор, потому что это анализ такой достаточно неспецифический, и иногда очень трудноинтерпретируемый, но, тем не менее, показывающий то, что есть какое-то аутоиммунное состояние. Субтитры создавал DimaTorzok